друзья здравствуйте мы сегодня поговорим о том что же такое семья на самом деле потому что относительно этого понятия очень много фикций и хотелось бы их развеять потому что бредятину которую сейчас относительно семьи тут производит она в общем доступе хочется прекратить просто чтобы перестали перестали болванить народ давайте разбираться нет ну тут правильно говорят 7 я дату 7 такие же как я то есть получается что когда я рядом с собой завожу произвожу и рожаю из и соединяюсь такими же как я семью в сумме это 8 до 8 число бесконечности вечности то есть вечно существовать можно только если ты в симбиозе в единении в абаеве до абаффи то совокупность их любовь и в абаеве в тонком чувствовании 7 и такие же как я то есть в сумме это 8 но это плоскость и когда мы касаемся плоскости у меня сразу улыбка потому что смотрите какая штука на у нас плоскостное мышление нам постоянно в голову втравляет что вот значит все что происходит должно быть вот так то и так то а ты смотришь это понятийный ряд которые только местную ситуацию здесь и сейчас рассматривается да то есть вот так а пристает и так как вот я все время привожу пример представьте себе ситуацию вы стоите и мимо вас идет взвод первый солдат второй солдат третий солдат и так далее но когда вы на дерево залазьте вы видите взвод сразу всех вместе до всех солдат вместе о чем это говорит о том что когда ты на плоскости рассуждаешь ты упускаешь какие-то важные детали и это говорит о том что у нас не просто упущены детали у нас упущены знания понимание возможностей ведь если ты живешь в плоскости ты видишь только здесь и сейчас это состояние когда ты ну утрированно реагируешь только на раздражители здесь и сейчас а что было в прошлом и что будет в будущем особо нас не касается есть у меня семья да то есть 7 такие же как я но это брехня давайте разбираться потому что вот я всегда по-русски ругаюсь да ну что тут говорить но это брехня самое настоящее то что в плоскости отвлекает нас от объема почему потому что вот этот объем это 7 таких же как я поколений до меня встречаем подтверждение вот еврейско подданные которых я уважаю потому что у меня никаких как бы претензий к ним особо нет чтобы тут не было такого что я там включаю какую-то это шизоидную составляющую до социума что всех травят вечно несчастных евреев вот к ним претензий мне никаких нет но есть такое выражение 7 колен израилевых колена то есть поколение да и когда мы касаемся темы семья мы вот тут должны в голове наконец-то понять что это объем это объем это 7 такие же как я в объеме то есть я восьмое поколение смотрите у нас вытравили жреческое сословие сейчас жрецами все кому не лень себя называют на читается находится насмотрится но никаких ритуальных частей они не знают то есть они не знают ритуал не благоденствие не ежедневное родение о котором я уже говорил на своем сайте и на своем youtube канале и на бастионе добро пожаловать я практически во всех соц сетях стараюсь говорить о том что на самом деле представляет наша древняя культура так вот я уже говорил о том что у нас достаточно много ритуалов которые мы забыли их надо вспоминать и соответственно получается что сейчас жреческое сословие выключено но было так и есть так что если в роду есть жрец то есть человек который знает ритуальную часть он и кузнец и на дуге игрец и жнец и там и помощники целитель это все в одном человеке может на самом деле такой жрец это не вот это вот который сидит там и шаманит нет это в народе это человек который всегда помогал во всем потому что знал как это делается это просто жреческое сословие такое так вот у тех у кого был жрец в роду отсчитывается и говорят вот после седьмого поколения и семь поколений неприкосновенных то есть этих людей нельзя было тронуть иначе кара настигнет того и весь род того кто тронул жреца и его семью а вот восьмое колено оно самое уязвимое потому что все защита падает и нам скрыли знания об этом нам все время говорят что это плоскость это брехня то есть 7 такие же как я в объеме то есть это те кто жили до меня семь поколений я восьмое я начала новых семей понимаете вот чем суть то есть все что у нас сейчас есть в открытом доступе это откровенная ложь то есть нам пытаются скрыть что у нас нет связей что мы к роду не имеем отношения что мы безродные что мы как там не пришей кобыле хвост и вообще вот у тебя есть семья вот замкнись и на ней и живи а что там было у бабушек у прабабушек там и так далее да кстати на самом деле бабушка вы это правильно а вот смотрите мама да у нас есть такое имя сейчас старая матрона но это не имя это то что у нас было матрона это бабушка и вот 1 матрона 2 матрона 3 матрона и так далее а вот дедушка старое название дедушки это патрон вот интересно да вот у нас сейчас военной терминологии это все осталось так это не просто так то есть получается что знания которые были у наших матрон и у наших патронов то есть у наших дедушек которые ну сейчас переиначено да и соответственно наших бабушек ну тоже слово не не совсем правильно да ну слава богу что хоть одно сохранилось оно просто немножко другое значит но об этом мы тоже как-нибудь поговорим то есть знания которые были у них это наш багаж это наша сила это то что несет не просто генетический материал да то есть мы совокупность всего генетического аппарата наших мам пап и их родов это сила если мы понимаем что такое семья значит мы вот здесь вот в энергополе в котором мы все находимся мы включаем эту силу а если мы думаем что семья это плоскость мы выключаем эту силу понимаете в чем с чем суть то есть нас вот насколько нас обрезали насколько нас обманули то есть даже если вы в уле изъявляете пространство что я есть такой такая и моя семья это семь поколений до меня я 8 я продолжателя родовой энергии я стяжатель и я руководитель да я глава рода женщина мужчина сейчас это все стерто давно понятное дело что как бы приходится брать те функции которые иногда на нас не возлагали но понятно что приходится раз уж все остальные родственники и не ведут не знают вообще что происходит так вот когда мы провозглашаем просто на что семья я признаю это я считаю с этим я принимаю это знание что семья это семь поколений до меня я 8 то есть вечность то есть я объединять в вечности будучи восьмым со всеми своими поколениями то есть и жар потенциал я стяжаю силу и я знаю кто я и ко мне знание все родовое и у нас же были ценители и знакари и учителя и те же самые жрецы и кузнецы на дуде и грецы и жнецы все были в роду кстати какое количество знаний потенциала приходит сразу к человеку а это воле заявление пространство так вот дорогие мои надо возвращать силу своих родов потому что если мы будем мыслить плоскости мы и останемся в плоскости а что с пылью происходит вот которая на плоскости так как и сдули и нет этой пыли до тряпочкой стерли в этой плоскости а если ты пророс если ты вот как зерно которое нас зарыли а никто не знал что мы зерна и мы прорастем правильное выражение так вот если мы корешочки пустили а корешки это наши предки веточки которые и плоды которые мы производим это наши детки внуки правнуки если мы признаем этот факт что это объем мы становимся силы если мы живем вот на том ресурсе на котором есть плоскостном грош на цена но вот так конечно никто не отменял рожать деток никто не говорил что их не надо рожать наоборот дедок должно быть много должно быть столько деток чтобы возможность было их притягивать эту жизнь их их призывать до через оклички об окличках мы конечно тоже еще будем говорить это древние знания которые я обязательно буду так или иначе касаться и для вас рассказывать чтобы мы могли этим пользоваться то есть действительно мы должны рожать столько деток сколько родственников готовы воплотиться на данный момент сейчас и со стороны нашего супруга и с нашей стороны и вот эта жизнь которая и в плоскости производится здесь и сейчас да то что насчастье то есть я сейчас есть то есть счастье это я сейчас есть и я дорожу тем моментом и соответственно объем который зарождает поток от мироздания и от нашей родной земли я вас благодарю что вы заходите на мой канал пусть у вас все ладится и получается хорошего вам здравия ладно до согласия всего доброго